Смотрите, друзья, как интересно. Вот инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Это биологические моменты. И потребность в созидании, в творчестве. Вот это вот смотрите, как же может происходить реализация продолжения рода. Если нет инстинкта самосохранения. И как же может происходить продолжение рода, если нет потребности в развитии, потребности в творении, в творчестве. То есть духовное. Это всё в одном. Если вот так разложить эти строчки и глубоко подумать, уже в биологическом лежит потенция духовного. Потому что продолжение жизни на Земле невозможно без созидательного начала в человеке. Потому что изменится вдруг что-то. Ну и как же мы с нашими инстинктами самосохранения и продолжения рода. Если вдруг что-то резко поменялось, возникла неожиданность, неизвестность, неопределённость. И вот теперь представьте себе, что если мы занимаемся в старой школе вообще, вообще на планете, в старой школе повторением отучения, у нас вырабатываются некие навыки. Да, мы повторяем что-то до тех пор, пока не запомнится крепко, до тех пор, пока навык не появится, пока эти умения, потом вот эти шаблоны повторением отучения. Это в принципе, повторяю, пока не получится, пока ты не будешь что-то делать на автомате. С минимальными усилиями, с минимальными затратами энергии, чтобы в этот момент голова была свободна и ты мог бы о чём-то ещё думать. А это делать на автомате. Это очень интересная вещь, принцип обучения, принцип оздоровления, принцип тренировки, вот как раз-таки на этом механизме основанном, повторение. Повторяю, пока не получится, но тренировка. А вот мы говорим о том, что в неопределённости, как нам быть, если мы вот так тренировкой по старой школе вырабатываем навыки, и вдруг неизвестность, вот эта неопределённость, а там может быть совершенно неожиданно другая ситуация, не та, которой мы вырабатывали навыки вот эти, и там вот это все шаблоны не работают. Ну, не работают, потому что это новая ситуация, совершенно новая. Но как сейчас, например, переход из реальности в виртуальную реальность, и всё посыпалось. Всё, что мы знали, всё, что мы умели, не работает. И поэтому тот, кто увереннее говорит, вот так надо делать, а все вот так выстраиваются и бегут. Ну, обычная ситуация – выведение человека из равновесия. Вот я могу вот так просто пример привести, если я попрошу вас стать вот так вот полусогнутым мостиком, да, я вас уже вывел из равновесия. Вы уже представили себе это, что вы стоите полусогнутым. Образ такой создался. И в этот момент, раньше, например, Феликс Заха, гипнотизёр, вот так сгибал человека, прикасался к его векам и говорил, дозируй твой мозг, дозируй твой мозг. Будешь здоров, будешь здоров, будешь говорить свободно. И выпрямлял его. Потому что тот в условиях выхода из равновесия, в условиях неопределённости, неизвестности, он цепляется за авторитет, как утопающий за Соломинку. Ну, естественно, за голос Феликса Заха. Он так же цеплялся, и тот говорит, теперь будешь здоровый и крепкий, будешь говорить легко. И тот перестал заикаться, например, или ещё много чего происходило. Да, у Заха было не меньше полтысячи или пять тысяч человек в зале. Потому что там всегда можно было выбрать людей, которые по тесту определяли, что они наиболее гипнабельные. Так вот, представьте себе, если вы, допустим, попали в неопределённость, и у вас шаблоны, шаблоны, то они вам не дают создать соответствующую генерацию, чего-то нового сотворить в соответствии с неопределённостью, с неизвестностью. И вы можете проколаться, как говорится. Поэтому как можно выработать стресс-устойчивость, вот эту вот свободу, независимость и от гипноза постороннего, от манипуляции, как самому вот так быть свободным, чтобы в момент стресса, а стресс это что такое? Это транс, неуправляемый транс, который вот мы пытаемся научиться через нулевое состояние выходить из стрессов, выходить из зависимости, выходить на состояние свободного сознания, вот его тренировать. Не какие-то действия и шаблоны, а само состояние, вот это свободы сознания, свободы внутренние, вот это само состояние, которое позволяет держать открытыми творческие способности. Вот выйти из стресса через нейтральное состояние, и там в этом состоянии мечтать, и создавать себе способность в любой ситуации, в любой миг, в любую секунду, если у вас стресс, если вы не знаете, что делать, хватаете за голову, всё из рук падает, в этот момент, что могли в этой неожиданности, неопределённости, в этой безднеизвестности мгновенно создавать неординарные решения, как изобретатель в условиях сжатого времени. Да вот этому надо учиться, потому что, если вы спросите меня, как этому научиться, допустим, вы новичок, допустим, вы ещё не знаете, что такое школа «Человек будущего» – «Homo futurus», допустим, вы не знаете, к примеру, что «Человек будущего» – это как раз тот, который умеет со скоростью вот тех инстинктов, со скоростью инстинктов самосохранения, со скоростью инстинктов продолжения рода, со скоростью любых инстинктов, с этой скоростью генерировать неординарные решения, находить выход из любого тупика, соответственно, с меняющейся обстановкой, соответственно, с динамикой изменений внешних или внутренних процессов. Ну, допустим, погода резко поменялась, или там начался ледниковый период. Ну, чтобы вот как раз продолжение рода происходило, нам надо, чтобы мы не вымерли, как мамонты. А для этого и нужно, чтобы человек обладал вот той потенциально заложенной способностью к творчеству, к созидательности, к изобретательности. Вот оно как связано. Инстинкт самосохранения, продолжения рода и духовное начало в человеке неоткуда-то послано нам, а оно заложено потенциально по тем же самым законам природы, и по которым камень создался в природе, кузнечик и человек. Только это более-более высокие уровни организации психических, физиологических процессов. Более высокий уровень. Сознание – это что такое? Да, это свойство, свойство высокоорганизованной материи. Откуда всё это вообще появилось, это другой вопрос. Тому много школ, много мнений и так далее. А вот механизм эволюции человека, он производит естественным образом себе в своём потенциале генома-творца и самодуховную составляющую, самодуховную потребность, потребность в саморазвитии, в самосовершенствовании, в самонаблюдении, в самоизучении и в созидании. Иначе у нас вот этот инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода просто не реализуется. Это всё взаимосвязано. Так вот, как же сделать так, чтобы мы научились не по школе старой только, та остаётся, как и всегда, и даже новые какие-то идеи тоже повторяются, появляются шаблоны, это естественно. Ну и новое. Принцип подбора путём перебора по критерии минимального усилия, по критерию максимальной комфортности, по скорости, по адекватности подобираемого действия, к текущему состоянию в моменте. Так вот, оказывается, когда мы учимся этому, как подбирать резонансные действия своему текущему состоянию, мы развиваем у себя способность работать с неопределённостью. Вот это оказалось самое интересное. Это инструмент для школы человека будущего. То есть для нас с вами, потому что мы имеем это будущее внутри нас. Наша задача открывать себя. И вот мы убираем один штамп, один блок, один лекал. Вернее, учиться по старым шаблонам, повторениям. Мы не просто убираем, а мы добавляем к нему новый принцип подбора путём перебора по критерию максимальной простоты и комфортности, то есть резонансное текущему состоянию. И вот сам процесс подбора путём перебора развивает, тренирует у нас поисковую активность мозга, чтобы мы могли в условиях неопределённости генерировать мгновенно со скоростью инстинктивных реакций неординарные решения, соответственно, текущие обстановки. Поэтому мы называем это «Школа человек будущего», которая доступна каждому. Мы понятным русским языком, я имею в виду не в том смысле, что на английском это нельзя объяснить, или на китайском, я имею в виду, что понятным человеческим языком объясняем то, что в других книгах, методах, школах и так далее объясняется очень сложно. Вот я сейчас сделал, просто объяснил. Если у вас возникает вопрос, как же нам научиться в условиях неопределённости, как нам быть в условиях неизвестности, разум и бездна, вот как нам быть на этом краю, а я даю инструмент. Вот, пожалуйста, подбирайте действия с их ровно-текущему состоянию, и сам процесс подбора развивает у вас эти качества и способности. Вот так, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok